Привет, друзья! Приветствую всех, у кого ночь, у кого день. Постараюсь, чтобы вам было интересно на своем вебинаре, чтобы вы не уснули, по крайней мере. Сложная тема. И я сначала думал о том, чтобы построить вебинар на каких-то конкретных советах, как там, что там, подкрутить, понажимать, а потом понял, что, в общем-то, не хватает для менеджеров общего понимания ситуации, как бы со стороны, вот, и поэтому сейчас будет информация больше для менеджмента, вот, чтобы вы понимали, как это все происходит и могли создавать, начинать стартовать, запускать эту рекламу и регулировать процессы. Привет, друзья! Я приветствую вас, и я надеюсь, что это будет интересно для вас. Я надеюсь, что вы не будете bored, что вы не будете засыпать. So, the topic is quite complicated, I should say. So, actually, when I planned this webinar, I first wanted to base it on specific pieces of advice, but then I realized that I wanted to pursue another strategy. I want to provide managers with a general understanding of the situation. So today I'm going to present general information for managers so that our managers will be provided with an understanding of how to launch on-line advertising campaigns and how to regulate those campaigns. Следующим слайдом была краткая информация обо мне, но я ее пропущу, потому что мы уже подставили и хотелось бы сэкономить немного времени и перейти уже дальше. So, as you've just seen, the next slide contains some brief information about me, so I'm going to skip this slide in order to spend more time on other aspects of our presentation. Значит, краткая вебинара. Для кого предназначен этот вебинар? Как я уже сказал, это предназначен, вебинар предназначен для владельцев больше, для менеджеров, а не для каких-то специалистов по рекламе. Значит, это в основном владельцы микро- и малого, микро-предприятий, малого и среднего бизнеса, которые хотят взять под контроль эффективность интернет-рекламы. Значит, для топ-менеджеров крупных компаний это может быть неинтересно, потому что, в общем-то, там есть и владелы, которые должны этим заниматься. Поэтому, возможно, он будет интересен менеджерам, которые ответственны за интернет-рекламу на предприятиях, среднего бизнеса и крупных. Цель вебинара, значит, помочь разобраться в том числе организации рекламных компаний в интернет и научить контролировать процессы в бюджете. Итак, давайте приведем к вам обновлению этого вебинар. Итак, давайте define the target audience of the вебинар. So, this webinar is aimed at managers, at owners of micro, small, and medium businesses. So, as I've just mentioned, it's not aimed at experts in advertising. It is aimed at managers who want to control the effectiveness of online advertising campaigns. Probably, this webinar won't be that interesting for top managers of large enterprises, big corporations, because such corporations usually have departments that specialize in online advertising. But this webinar will be definitely interesting for managers who are responsible for online advertising. So, the aims of this webinar are the following. So, this webinar will help you to understand how online advertising campaigns function in general. Кратко скажу план нашей вебинара. То есть, мы рассмотрим проблемы в организации контроля рекламного бюджета, основные ошибки. Далее рассмотрим виды интернет-рекламы, какие рекламные каналы существуют в интернет, и как их идентифицировать, и какие они имеют форматы. Также сделаем обзор рекламных стратегий, которые используются, в частности, на нашем предприятии. Рассмотрим. Okay. Okay. So, now let's look at the structure of the webinar. So, first of all, I will focus on problems connected with advertising, budget management, and control. We will talk about common mistakes in this sphere. Then, we will move on to types of online advertising. I'll tell you how to identify channels, how to make use of them. Then, we will move on to review of advertising strategies. We will review the basic advertising strategies. Далее мы рассмотрим вопрос обвозной аналитики и объекты внимания воронки интернет-продаж, а также рассмотрим несколько инструментов контроля за этими объектами внимания, чтобы вы держали все это, как говорится, держали руку на пульсе и могли отслеживать весь процесс. И также рассмотрим быстренько этап организации, настройки проведения рекламных компаний в сервисах платной рекламы. В основном, мы будем базироваться на Google Ads. Далее мы рассмотрим вопрос обвозной аналитики и обвозной аналитики. И я расскажу вам о том, что основные аналитики и обвозной аналитики и обвозной аналитики. to track the whole process, to pay attention to it. And finally, we will pay some attention to the stages of organization configuration and implementation of an advertising campaign in the sphere of paid advertisements. So, and here we will talk about Google Ads. Значит, в процессе вебинара вы, пожалуйста, задавайте вопросы. Когда я буду просить что-то там поставить плюсики, активничайте. В конце я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, приступим. Значит, сейчас я покажу вам слайд, на котором будет три вопроса. Пожалуйста, в чат напишите, проголосуйте, поставьте цифру. Один, два или три. Как бы вы поступили, если нужна была реклама? So, let's get started. So, you can see three questions on the slide. So, now I'd like to ask you to do the following thing. Please, write the number of the questions, which seems more appealing to you. Write the number of the questions you will probably face when you realize that you need advertising. Отлично. Значит, я смотрю, часть, большая часть обратится в агентство. Кто-то попробует самостоятельно сначала настроить, понять весь процесс и потом пойти по пути один. А кто-то у нас, наверное, хочет сэкономить и нанять сотрудника, чтобы был рядом. И, наверное, интересно, Стефано Младини ответил больше трех. Это что значит? Это какой-то четвертый вариант или это все-таки третий? Субтитры добавил сэкономить. So, as I can see, the majority of people would probably contact an advertising agency, whereas some people would probably configure online advertising themselves. And I also see that some people would probably hire an expert in online advertising. I have a question about Стефано's comment. I just, I can't understand, like, what variant have you chosen? What does your variant mean, actually? So, if it's not a problem, could you please comment on your variant? Мне просто интересно, какой, может быть, это четвертый вариант, который я не знаю. I'm just interested, probably you have some extra variant that I'm not aware of, so if it's possible, please share it with us. Ладно, окей, не будем терять время, возможно, да, склоняется больше к третьему варианту, действительно. Итак, значит, смотрите, во всех трех вариантов, если вы некомпетентны в этих вопросах, либо даже вы, если пытаетесь что-то настраивать самостоятельно, вопрос сложный, и, в общем-то, вы можете не прийти к нужному результату, вот, а если вы пойдете в агентство, как приняло большинство наших студентов, этот путь, то, в общем-то, вы можете получить не то, что хотите, так как вы не умеете, не знаете самого процесса, да, хотите его лидировать в агентство, но при этом вы несете большие риски, что, грубо говоря, окажется все не так, как вы хотели. If you contact an agency, an advertising agency, you will probably get something, you'll probably get wrong results, because you do not know the peculiarities of the process, so you will have to face large risks, and it can cause some problems. Значит, вот Стефан ответил, что он не эксперт, и это хорошо, что вы с нами, потому что я постараюсь описать весь процесс, и, возможно, вам будет проще далее. Смотрите, значит, здесь я указал самые распространенные ошибки, которые присутствуют при создании и проведении рекламных кампаний, в частности, в том числе и в агентствах. У меня вот недавно был случай, неделю назад, когда к нам обратились люди, которые доверились одному интернет-агентству, у которых даже лейбл стоит, что участник Сколково на сайте, но они слили туда огромный бюджет, и когда мы анализировали рекламную кампанию, мы увидели больше половины вот таких ошибок. Окей, so now I'd like to focus on the most common mistakes in digital advertising, and those mistakes often occur when people contact online advertising agencies. So, actually, I'd like to tell you about one case. I'd like to tell you a story. So, there was a company that addressed an online advertising agency, and that online advertising agency actually belonged to the label of Сколково, but when the advertising campaign was launched, we saw a myriad of mistakes. Yes, yes, it was a Russian promo, so probably you have worked with them, and you have made the same mistake. Поэтому вы должны понимать, в чем заключается весь процесс, и могли его контролировать. Значит, смотрите, частые ошибки в дичитал-рекламе – это отсутствие стратегии четких целей рекламных кампаний. Вот, это самая главная, самая распространенная ошибка, которая приводит к максимальному сливу бюджета. Вторая ошибка – это неустановленные инструменты контроля, то есть не настроены связки всевозможные сервисные статистики, рекламные системы. Окей, so, therefore, you should, as you can understand, you should know the peculiarities of this process. So, the first mistake consists in the fact that advertising campaigns do not have any strategies, do not have clear goals, and this mistake can lead to a loss of huge sums of money. The second mistake lies in the fact that monitoring tools are not used, so linkages between statistics services and advertising systems are not established. Следующая ошибка – это доступы в рекламные системы, управление агентством фрилансеров. Обычно отдают это на расстязание агентства, доступы они создают свои, то есть наше агентство всегда регистрирует, старается регистрировать доступы на клиента, чтобы в любом случае они у вас оставались, и вы могли, допустим, при желании управлять сами или переходить в видео агентство. The next mistake is about access to advertising systems. Typically, access to advertising systems is provided by advertising agencies. And I'd like to emphasize that our advertising agency registers access for each user so that you can control all the processes yourself at any time. Поэтому все ключи от доступа держите у себя и старайтесь заранее предусмотреть этот вопрос. Следующая ошибка – это неопределены, не настроены или не настроены правильные цели и конверсии. То есть частые ошибки мы потом дальше рассмотрим, как с этим бороться. Далее ошибки – это неопределена истинная актуальная ставка, все, как говорится, делается по ветру. Без какого-то предварительного анализа, как говорится, и без учета вашей возможности платить за рекламу. И неправильно используются в строке стратегии назначения ставок. То есть я тоже потом остановлюсь на этом и вы поймете, о чем я делаю. То, что следующая ошибка – это неопределена, очень-то неопределена. Это очень-то неопределена. Это очень-то неопределена. Следующий ряд ошибок – это неправильная оценка эффективности канала. То есть реклама дается, кстати, вот с вопросом Russian Pro. Значит, дают везде рекламу за ваши деньги, не закупятся ни на что, абсолютно не анализируя ни эффективности рекламных каналов. Далее не учитывается конверсия сайта и также не учитывается недостатки в организации отдела продаж. То есть у нас были случаи, когда, в общем-то, телефон отдела продаж просто не работал или там просто как бы на 2G все отвечали. При этом сливался бюджет, собственник смотрел, вроде беды есть, конверсии есть, а продаж нет. И вопрос этот переадресовывался в агентство. и удачи, по крайней мере Вашего дня, следующий вопрос, то есть, следующее видео. A website conversion очень часто не был разрушен, и очень часто часто входили в компании, кто не пытался налажаться на базу базы, которые не получали их вопросы, Также не используются списки аудиторий, то есть такая мощная штука, как аудитория. И также не отсекаются те люди, которые уже совершили конверсию в случае, если вы продаете разум. Еще куча мелких ошибок, которые мы просто не успеем с вами обсудить. Но это вот самые основные факты. Единственное правильное решение во всем этом – это разработка стратегии, как и учит наш любимый Демас. Здесь то же самое. И также полный контроль над воронкой продажи. Сейчас мы быстренько пробежимся по какие бывают виды платной рекламы, форматы и каналов. Значит, самый распространенный вид рекламы – это платная поисковая реклама. Это та реклама, которая выдается в поиске при введении каких-то запросов. То есть контекстная реклама, ее еще называют, пользователь выдает это объявление в зависимости от контекста полного запроса. Имеет текстовый формат и, в общем-то, два основных канала, которые используются в России в данном случае. Это Google Ads и Яндекс.Директ. Ну, фамируется в основном Google Ads. Okay. So, now we'll tell you about the types of paid online advertising, briefly. So, the most popular type of paid online advertising is paid search advertising. So, actually, it consists in the following thing. So, search engines provide you with information according to your queries. So, actually, this type of online advertising is also referred to as contextual advertising because the user has some sort of query and then the user is provided with the information he or she was looking for. It is based on text and the two most popular channels, advertising channels, at least in Russia, are Google Ads and Yandex Direct, but Google Ads is maybe more popular than the latter channel. Значит, здесь вот еще есть колоночки таргетинг, то есть здесь выведен основной таргетинг рекламы согласно форматам и типам. Я не буду сейчас все это перечислять, я надеюсь, что вам разошлют эту презентацию, и вы еще раз изучаете ее, и здесь вы можете определить, как можно таргетировать вашу рекламу. Okay. So, the final column is targeting. So, here you can see the basic ways of targeting, depending on the format of your advertisements and on your advertising channels. So, you can actually see this information on the slide, and I hope that you will be able to get access to this presentation, that you will receive it via e-mail. So, I won't focus on this column. Следующий тип рекламы это платная социальная реклама. Это та реклама, как по аналогии Google и Yandex идет в соцсетях. Там есть четыре различных формата, которые позволяют также таргетировать на конкретную целевую аудиторию и работают в соцсетях. Именно в соцсетях. Значит, далее еще есть кратко остановлюсь, есть естественная реклама. Значит, это когда вы пишете промо какие-то статьи, размещаете посты на всяких порталах. Тут немножко неправильный перевод, наверное, разработчики и паблишер. Это издатели, это СМИ. То есть, в СМИ вы можете какой-то ньюс опубликовать и займите, как он в своем новом парке. Хорошо, хорошо, хорошо. Okay. So, now let's talk about paid social advertising. So, let's determine what it is. So, it's a type of advertising which is carried out through social networks. And it has full formats, as you can see. So, it's about working with your target audience via social networks. And so, you can see one more type of advertising on this slide which is native advertising so it's about writing promo articles about having posts on the internet and I'd like to I'd like to make a comment about a little bit wrong translation here so publishers can be considered developers publishers denote mass media actually a channel of the pre-roll and mid-roll реклама it's a video reclama перед началом просмотра основного ролика либо часто наблюдали такую рекламу youtube либо заставка объявление заставка когда в середине ролика идет объявление и также еще один большой блок тип 1 еще один тип интернет рекламы это дисплейная реклама это все баннеры которые вы привыкли видеть которые вас догоняют когда вы читаете влазите по ресурсам и читаете статьи видите эти баннеры so the next type of paid online advertising is represented by pre and micro advertising I'm sure that you have often come across this types of advertising when watching different YouTube videos so you know what I'm talking about I guess and then the next the final type of paid online advertising is display advertising so it's actually represented by banners and that you probably cannot get rid of while reading various articles on the internet while looking for some information and resources so you constantly see those banners on the internet so you know what I'm talking about значит вы можете использовать различные типы рекламы но если у вас бюджет ограничен советую обратить внимание изначально на канал значит платная реклама поисковая реклама а также дисплейная реклама потому что это самые эффективные каналы для скажем так для любого бизнеса вот там есть конечно нюансы где работает лучше видеореклама это уже какие-то конкретные вещи в общем то разработка стратегии вы должны уже будете понимать куда лучше таргетироваться если у вас там допустим больше B2C конкретный товар а может хендмейк какой-то то там может быть социальная реклама но в основном мы используем вот эти два типа поэкономии а значит в первые четыре а а а в а а за в these nuances into account when developing a strategy. So, you should always keep your strategy in mind, because it depends on the type of products you sell, you sell, actually. Кстати, Russian promo, они сразу начинают использовать три типа рекламы и даже не советуют, не поговорив. Чем больше дать рекламу, чем больше бюджет, тем лучше им, и они не заботятся о том, насколько она у вас эффективна. Okay, so getting back to Russian promo company, they can actually combine three types of advertising at once. So, they actually don't care of the effectiveness of your advertising. So, the more money they can earn, the better. Теперь мы будем плавно переходить к рассмотрению стратегий, рекламных стратегий. И вот на слайде вы видите два основных подхода к рекламе. То есть, первый подход – стреляем из пушки по воробьям. Значит, здесь есть свои достоинства, конечно, в этом. Это низкие требования к компетенциям для настройки запуска рекламы, быстрый старт и достаточно широкий оплату. То есть, если все позволяет бюджет, то вы можете как бы использовать данную стратегию, но если вы уже настроены экономить, то лучше обратить внимание на вторую стратегию с подвинутым таргетированием и с отслеживанием конверсионных целей. Okay. So, now we will talk about advertising strategies. So, let's look at the following approaches, the following two approaches. So, the first one is called much ado about nothing. So, it certainly has its advantages, like low competence requirements, quick start, fast reach. So, if your budget is not limited, this is a perfect strategy for you. But if you feel like you are apt to save your budget, then you should probably pay attention to the second approach, which is a strategy based on advanced targeting and conversion goals. Смотрите, то есть, при запуске, при старте любой рекламы, мы рассматриваем, вот есть такая парадигма, которую в начале 20 века сформулировал физик-теоретик Эрвин Шрёдингер, которая, суть ее следующая, что код жив или мертв одновременно до тех пор, пока за ним не понаблюдаешь. То есть, ваш потенциальный покупатель – это некий под Шрёдингер, который, в общем-то, в вашей субъективной реальности, в объективной реальности он вроде как существует, а может быть и нет. Почему это важно? Суть в том, что, когда вы запускаете рекламу, вы для начала, сначала нужны выработать некую стратегию, а не просто бежать, думая, что вот где-то есть ваш покупатель и затратив деньги на рекламу, вы его получите. So, actually, I think it's possible to draw an analogy between an advertising campaign and the following paradigm. So, you probably know that Эрвин Шрёдингер developed a paradigm at the beginning of the 20th century, which is now known as Шрёдингер's cat. So, its essence can be formulated in the following way. Шрёдингер's cat is both alive and dead until you observe it. So, actually, a potential customer has a strong resemblance to this Шрёдингер's cat because your customer both exists and doesn't exist, actually. Why is it important to make such a comparison? Because strategy is the core component of your online advertising. You should first develop your strategy and then you should look for clients and not the other way around. So, the core component of this paradigm is observation. So, if you launch an advertising campaign, and you do not observe the reaction of your customers, then you just may waste all your money. Are you already… Are you going to use a sample? Are you… Okay, now, you will be involved in javel. без ограничения на какой-то тестовый период, то есть проводите по сути по центру разведки боя, тратите при этом деньги, да, там сливаете на все каналы, но при этом вы платите не просто так, не теряете деньги, а платите за цену информации, которую можете далее использовать в своей работе. So, next slide is called reconnaissance. So, this is the concept I'm accused of when working on advertising campaigns. Well, this is the concept which I use in my work because I will sort of, I'm aware of those peculiarities connected with military. And so, the first thing you do is to test your advertising campaign. So, you spend money on various advertising channels, but the thing is that you pay for valuable information that you can make use of later. Значит, кратко как это работает. Сначала определяем рекламный канал, источник, да, куда мы хотим, где мы хотим провести участок фронта, где мы хотим провести разведку боя. Загоняем туда деньги без ограничения бюджета на какой-то срок. Тут, конечно, важно учитывать сезонность и так далее, но вот первое, вы, значит, добудете некие данные, которые можете потом проанализировать и скорректировать стратегию, и стренинговать ее так, чтобы, грубо говоря, отсечь ненужные расходы и получить максимальное. Да, 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 да. Далее мы, значит, кратенько сейчас пробежимся. По стратегиям назначения ставок в Google Ads, значит, здесь есть различные стратегии, которые вы можете использовать при проведении рекламной кампании. Значит, их много на самом деле, они все такие, как бы, продвинутые. Вот, начинается обычно со стратегии генерации трафика, это вот первый пункт. Значит, таргетировано максимальное количество кликов, вот. Контроль над бюджетом имеет низкий, и как рекомендация используется как раз-то по разведке борьбы. Предварительное исследование, быстрый старт, и посмотреть, вот, что на рынке происходит, какие старты. Окей, ну, теперь посмотрим на базовые стратегии в Google Ads. Так что, как вы видите, есть много новых стратегии, и все их разведки, все их разведки, все их хорошие. So, the first one is generating traffic to your website, which allows you to get the maximum amount of clicks. So, it is characterized by a low level of control, and it's used at the stage which we previously called reconnaissance. And so, it's about a fast start, so it allows you to get an understanding of what is going on on the market. So, there are three types of targetings. Targeting is the cost of действия, rentability is the cost of advertising, and the cost of click is the cost per click. This is a little bit of a way to get the cost per click. It works for optimization of the cost of click. It gives maximum control of the budget. It is recommended to use this strategy after the development of Boring. If you get some data, you will already know the cost of conversion. You can already go from this and move on to the cost of conversion. So, the next strategy is connected with CPA, which is cost per acquisition. So, it will allow you to increase the amount of leads, calls, and so on. So, it is based on three types of targeting. CPA, ROS, which is return on ad spend, and ECPC, which is enhanced cost per click. So, I would like to know that ECPC is aimed at the optimization of the cost per click. So, you can actually make use of this strategy after reconnaissance, when you are already provided with data, and when you know the cost of your click. So, if we compare those types of targeting that we have already discussed, they are all based on artificial intelligence. So, as you can see, we have a lot of strategies on this slide, but I cannot focus on each of these strategies. I'd like to know that some of those strategies are matched with red color. These strategies which require thorough review, and they require more attention. And that's what we have to do. So, let's look at the best strategy for the strategies we have to do with the best strategy. Сейчас мы рассмотрим реальный кейс, который был у нас в практике и как мы разрабатываем стратегию еще до начала старта рекламы. Если вы будете пользоваться этим алгоритмом, то это уже принесет вам свои плоды с минимизацией потерь при организации рекламы. Если вы будете пользоваться этим алгоритмом, то вы уже сможете минимизировать свои плоды на кампании. В данном случае в данном кейсе мы рассматривали, будем рассматривать фирму, которой бизнес-цель, главная ее, увеличить продажи светодиодных светильников, это производитель. Но в данном случае бизнес-цель это рекламная кампания, это повысить уровень пантернерских продаж в периодах светильников. То есть она не совпадает, может не совпадать с твоей целью. So, the first point I'd like to talk about is business goals, but please mind that I'm not talking about your personal business goals, like a desire to earn as much money as possible or to deceive the maximum amount of clients. I'm not talking about this. I'm talking about business goals of your advertising campaign. Сейчас я попрошу, не поставьте плюсики, все ли понятно, что я говорю, комфортно ли вам, или интересно. Я смотрю, что у вас есть плюсики, это хорошо, будем продолжать. Я смотрю, что у вас есть плюсики, это хорошо, будем продолжать. Значит, следующий пункт алгоритма, блок алгоритма, это конкретные цели рекламы. То есть в данном случае была цель за рекламную кампанию найти от одного до трех партнеров, в частности световые бюро, которые заключили партнерские договоры, продавали светодиодные светильники. So, let's move on to the next point, which is goals of advertising. So, the company from our example wanted to find new partners, and so the company concluded a deal with the light bureau, which sold downlights. Далее мы провели некоторый research и проанализировали ситуацию на рынке, сделали агрегацию требований, изучили целевую аудиторию и собрали семантическое ядро. Все ключевые слова, по которым чаще всего запрашивают, чтобы определить интерес к данной тематике, и рассчитали фактическую стоимость одного клика, то есть actual CPC, это еще истинная ставка, и рассчитали примерную стоимость заказа. То есть, сколько клиент был готов платить за конкретный заказ. So, then we conducted research, we analyzed the situation on the market, we aggregated requirements, we analyzed the target audience, and we managed to come up with semantic core. We managed to come up with a list of keywords, with the most popular queries coming from our users, and then we finally managed to calculate the actual CPC, which is the actual cost per click, and we managed to calculate an approximate value of order, which is the sum of money that the client is prepared to pay for this product. Следующим этапом это была разработка стратегии рекламной кампании, именно как мы будем действовать далее. То есть, были выбраны два источника, в смысле, определенный один источник, это Google, и было принято решение провести разведку боем на увеличение трафика на сайт контекстная реклама и баннерная реклама в Google Display Network. И также, значит, далее мы, значит, после устанавливаемся, до этого мы должны были установить все счетчики, чтобы отследить эффективность и вообще данные получить по разведке боем. И также было принято решение, значит, использовать стратегию ручного агрессивного баланса. Okay, then we intended to develop a strategy, so we chose two sources, actually one source, which is Google, so we made a reconnaissance in order to increase web traffic to direct it to the website. We made use of display advertising, and we actually installed calculating engines to receive as much data as possible, and we also adhere to aggressive strategies of setting bits. После этого было запланировано произвести чистку и тюнинг компаний, рекламных компаний, исключить ненужные объявления и так далее, то есть исключить ненужную аудиторию. Но это был все план, то есть как бы это уже не конкретное действие, это пока только разработка стратегии. Далее, чтобы подготовиться к старту рекламы, была назначена целевая страница, куда пойдет трафик, проанализирована она, то есть на предмет конверсии, все ли там в порядке, все ли там откликается, все ли там работает, работают ли телефоны и так далее и тому подобное. И далее, и там разместили, значит, партнерскую программу с большой скидкой для того, чтобы еще по один конверт. Then we also decided that we needed to make clings, which means to get rid of announcements, some advertising announcements, get rid of some audiences. So it was our plan. So it was only a part of our plan. Then we defined our landing page that we wanted to direct our traffic to. We analyzed conversions. We checked whether everything worked well in terms of conversions, calls and so on. And we also put our partnership program on the landing page. So then we determined the goals of our landing page. So we determined what aspects we would evaluate. So now let's talk about comprehensive analytics. So I would like to focus on this slide because it represents common mistakes which are made when advertising campaigns are launched. So please pay attention to this slide. We разделили все шесть уровней воронки продаж на три основных уровня. Значит, первый уровень – это низкий уровень контроля, второй – средний и полный уровень контроля. Большинство агентств и вообще как бы рекламодателей, они максимум доходят до третьего уровня. Большинство, я скажу. То есть очень мало людей доходит вплоть до шестого уровня контроля. So we divided all six levels of the purchase funnel into three basic levels. So the first level is low control, the second level is medium control, and the third level is full control. And I'd like to say that the majority of advertising agencies or advertisers, they rarely reach the third level, rarely reach, sorry, the sixth level of this purchase funnel, rarely, really, rarely. Первый уровень – это все просмотры вашей рекламы. Здесь тоже нужно понимать, с какого канала кто пришел. То есть для этого существуют UTM-метки. Далее мы подробно немножко на них остановимся. То есть это все просмотры рекламы. Следующий, второй уровень – это все клики, которые зарегистрированы в сервисах платной рекламы. То есть если вы будете смотреть отчет, допустим, по Google Ads, то у вас там будет фигурировать количество кликов соответствующим этому уровню. То есть при настройке рекламы и никаких других действий вы будете только контролировать первый уровень. So, the first level is represented by all views of advertising. So, it's the level which allows you to understand what channels your users make use of. And you can do it with the help of UTM-markers. The second level is represented by clicks through your advertising, by the whole amount of clicks, actually. So, you can actually address Google Ads and get a report on the amount of clicks. But actually, so if you don't configure your advertisements in a proper way, you'll probably not be able to reach the second level. Значит, смотрите, большинство исполнителей и рекламных агентств, они в отчетах используют цифру, в смысле, цифру количества кликов уровня 2. То есть они вам говорят, что у вас клик будет стоить столько-то, что у вас все хорошо и так далее. Но вот далее, как бы, информации, скорее всего, поступать не будет. So, the majority of advertising agencies can say to you that your cost per click is okay, but you will probably won't be able to get further information on this matter. Значит, третий уровень, он уже предусматривает установки после дополнительных средств контроля, то есть сюда относятся к счетчике метрики. И здесь будет у вас разница между вторым и третьим уровнем. В Яндекс, в Директе она меньше, в Google она больше. Потому что часть информации по кликам, она не соответствует действительности, не соответствует количеству заходов на ваш сайт, потому что часть кликов просто теряется. То есть кто-то просто не доходит до вашей странички. И эти цифры будут разниться. Вот. Этот уровень можно проконтролировать только с помощью установки. Так. So, the third level is about the configuration of monitoring tools, about an installation of calculating engines. And here we can talk about the difference between this level and the previous levels. And so, the gap between the third level and the previous two levels is more noticeable in Google. Because, actually, you should know that the amount of clicks you get doesn't often correspond to reality, because not all users can get access to your webpages and so on. Значит, следующие два уровня – это отслеживание уже конкретных действий на сайте. Сюда относятся как умные цели, да, то есть сейчас есть возможность как в Директе, так и в Google Отце настроить умные цели, которые собирают данные и определяют лояльность вашего клиента на сайте, то есть который не приводит к конкретным действиям, но по каким-то параметрам, в частности, интерес принятия решения по нажатию каких-то кнопок, там по каким-то действиям, которые предшествуют конкретным актам, да, там каким-то летам, запросам и так далее, то есть, допустим, брошенной корзиной и так далее. Значит, отслеживать какой-то интерес к вашему сайту. И пятый уровень – это реальная уже цель, то есть звонки, фидбэки, регистрации. So, let's now talk about the fourth level. So, it allows you to track actions on your website, and it's closely connected with smart goals, which you can set in Google Ads. So, the smart goals provide you with the opportunity to determine the level of loyalty of your users, of your clients. So, it doesn't always result in specific actions, but it – so, you can make judgments about your target audience, about their interests with the help of pre-action events. And so, you can actually track the level of your target audience's activity and so on. And the level number five is about real goals, about calls, contracts, and so on, about registrations, and so on. И шестой уровень – это максимальный уровень контроля, когда вы уже регистрируете конкретные сделки, контракты, то есть все, что уже, грубо говоря, совершилось. Yeah, and the six – actually, contracts belong to the sixth level, sorry. And so, this level is characterized by the maximum level of control. So, you can actually earn money on this level. Кратко в инструментах, которые позволяют контролировать воронку продаж. Значит, первые два уровня – это мы можем контролировать просто с помощью сервиса платной рекламы. С третьего по пятый уровень мы можем контролировать с помощью установки счетчиков метрики, Google Analytics и Яндекс.Метрика. Шестой уровень мы контролируем с помощью CRM. И можем контролировать полностью все шесть уровней с помощью продвинутых сервисов, таких как ROYSTAT и LPTracker. Но они все платные, и, в принципе, можно обойтись без них, если вы будете использовать первые три. Окей, so, now let's look at monitoring tools that we possess, and let's look at the correspondence, the correlation between those monitoring tools and the levels. So, you can make use of services of paid advertising at the first and the second level. I'm talking about such services as Google Ads, for example, and so on. If we talk about the level, the third, the fourth, and the fifth level, you can make use of Google Analytics. So, the monitoring tool, which can be used at the sixth level, is CRM. And ROYSTAT and LPTracker can be used throughout the purchase funnel. But all those services are not free, so probably you won't need them at the first levels of this purchase funnel. Okay, Mohamed, can I ask you a question? What delays are you talking about? You mean a delay between me and the interpreter? So, while we are waiting for Mohamed's comments and answers, so I'd like to ask you whether you have any questions, whether everything makes sense, maybe you have any questions connected with the purchase funnel? Oh, тут у нас, кажется, проблемы, потому что, да, меня не слышно с 30 минуты. Стефана, can you hear me at the moment? Okay, well, кто там, ну, то есть, слышно. Стефана, is everything okay with the sound? Because it's bad that you just can't hear me since the third moment. Disconnected and reconnected. Я думаю, мы можем продолжать. Я вот еще хотел спросить, вы что-то узнали новое, или эта информация не может быть известна. Поставьте плюсики, что узнал об этом. So, I'd like to ask you the following question. Have you found out anything new for you today? So, please put pluses if you have previously dealt with this topic, if you know something about it. Только один человек написал, что новое, все остальные виды не знают. So, I see only one person, I see that only one person wrote that it's new information. Отлично, я рад, что для вас это новая информация, так как она помогает взять под контроль весь процесс. И об этом, как показала практика наша, как бы мало кто знает. Хотя, в общем-то, все это доступно в интернет, об этом можно почитать, но, видимо, оно... I'm glad that it's new information for you, that it's valuable, because it will allow you to control the whole process. Though this information is accessible via the internet, but maybe not all people have the time for it, the time to study this information. Давайте перейдем дальше. Сейчас давайте рассмотрим регламент, по которому мы, в частности, работаем, и который, в общем-то, как говорят военные, когда говорят про устав, что он писан кровью, здесь, в общем-то, все это выстроено на ошибках, и это то, почему мы сейчас... Now let's look at the stages of an advertising campaign. So, if we get back to the military metaphor, well, military men typically achieve high results when they have to suffer a lot, and this strategy is very similar to the efforts of those military men, because it is based on... Well, we actually... We developed this strategy on the basis of our mistakes. So, now it's... Therefore, it's valuable. Итак, значит, пробежимся по регламенту. То есть, первый этап – это подготовительный этап. Этап далее мы будем рассматривать более подробно. Второй этап – это сбор семантического ядра, понимание, чем народ интересуется, какова частотность, и что вообще можем мы, в какое направление уйти, потому что часто бывает, что при проверке семантического ядра вы находите для себя очень много нового. Допустим, что люди набирают какие-то запросы, в которых вы даже не подозревали, но они есть, и из них можно получить правильный. So, let's look at the stages of an advertising campaign. So, the first stage is a preparatory stage. The second stage is connected with Semantic Core. And it allows you to get access to interests of your target audiences. And it allows you to understand what direction you should pursue. You actually can find out a lot of new information about your users while looking at various queries of your users. Следующий этап это создание рекламной кампании, настройка, определение стратегий и ставок и автоматизация работы. is about the organization of an advertising campaign, about determination of a strategy and rates and about automation of work. далее мы запускаем рекламную кампанию и смотрим. То есть, обычно это происходит первый месяц, иногда два. После этого мы переходим в такой, так называемый, алгоритм цикле, тюнингую компанию, всегда уменьшение. So, then we launch an advertising campaign and observe the situation for about two months and then we move to the next stages of our algorithm. Значит, в цикле работает это как? То есть, сначала мы по прошествии периода накопления данных мы анализируем рекламную кампанию, далее производим чистку объявлений, удаляем ненужные, там, не знаю, те, которые не работают, там, возможно, мы ошиблись с формулировками и так далее. После этого мы чистим keywords, чистку ключей производим и делаем кросс-минусовку. Я объясню потом, если успеем, для чего это нужно. Чистим площадки, то есть, в частности, там, в директе мы удаляем, пытаемся удалить ненужные площадки, которые съедают бюджеты. Исключаем аудитории, те, которые уже совершили конверсию с формулировкой. Корректируем стратегию. Now, let me talk about this алгоритм, which I've mentioned before. It's actually, it's a cyclical алгоритм. So, at first, we accumulate data, then we provide app cleaning, then we delete keywords and provide data did application, then we move on to cleaning of advertising platforms, then we move on to exclusion of audiences and then we can improve our strategy. You can use it as check-list when you call it to a agency or act вы действуете самостоятельно, вы действуете последовательно, согласно этим пунктам, и, в общем-то, если будете действовать по этому алгоритму... So you can make use of this algorithm, you can actually use it as a checklist, no matter whether you go to an advertising agency, or you work on your advertising campaign yourself, just follow the steps which I mentioned here, and you won't miss anything. Теперь мы рассмотрим каждый этап более подробно, то есть начнем с подготовительного этапа. Значит, первый пункт чек-листа подготовительного этапа — установка на сайт контейнера Google Tag Manager и далее добавление в контейнер соответствующих тегов. Яндекс Метри, Google Analytics, отслеживание целей по Аякс, которые работают по Аякс. То есть эти два пункта необходимо сделать в первую очередь, чтобы собирать данные пункты. Итак, давайте начнем с подготовительного этапа. So let's start with the preparatory stage. So it can be divided in small steps and small in sub-stages, so to speak. So the first thing you should do is to install the Google Tag Manager container, and you will be able to add GTM tags to it with help of Google Analytics. You will also be able to track goals with the help of AJAX events. So these two points are very important. Значит, еще раз повторю, я в начале вебинара говорил о том, что все эти процедуры нужно делать под своим аккаунтом, иначе вам придется потом это все переделывать, если вы пойдете в какое-нибудь агентство, и они будут делать это все под своими учетными записями. Поэтому очень важно изначально делать это все. So I'd like to emphasize that you should conduct all these procedures via your own account. I've mentioned this at the beginning of this webinar. So please make use of your own account, not the account of advertising agencies. Далее, значит, следующие шаги. Мы тестируем теги, которые мы установили, смотрим, чтобы они корректно отрабатывались, потому что часто бывает такое, что отслеживаем цели, они либо дублируются, либо не фиксируются. То есть мы сравним, тестируем и настраиваем уже цели в Analytics. Делаем связку аккаунтов Google Ads плюс Google Analytics, чтобы данные передавались между системами. И все это было более точно, потому что без этого Google Ads работает некорректно. Он только фиксирует клики по объявлениям. То есть мы должны проверить что-то. Окей, так, так, так. So, next thing we should do is analyze tags. Sometimes goals are not fixed. They are... So, you should set goals in Google Analytics. And then you should provide synchronization of accounts in Google Ads and Google Analytics. So, in order to control the flow of information between systems. Because Google Analytics actually can provide you with additional information, except for the amount of clicks. Делаем и настраиваем импорт данных в Google Analytics из других рекламных систем. Для чего это нужно? То есть по умолчанию, если вы даете использовать еще другую рекламную систему, скорее всего она будет отслеживать информацию по рекламе. но в Google Analytics вы ее не увидите. Для этого нужно настроить импорт данных, для того, чтобы вы в одном месте, в частности, в Google Analytics. Это очень мощный инструмент, вы смогли через него просто отслеживать. То есть, вы должны установить инфраструктурные данные в ГАИ от других адвитационных системах, чтобы проверить все, что происходит, и вы можете это через Google Analytics. Значит, вот у нас один из слушателей, Олег, задает вопрос, используем ли мы Яндекс.Метрику? Да, мы используем, мы обычно настраиваем и то, и другое, потому что где-то что-то удобнее просто смотреть быстрее. Просто Google Analytics – это очень мощный инструмент, с помощью него можно отслеживать даже при желании. То есть, у нас были такие знакомые мои ребята, которые могли отслеживать даже выпитые чашечки кофе в офисе при установке специальных датчиков. Но это более сложный инструмент, и я как бы изначально являюсь специалистом, сертифицированным специалистом по Google Analytics. So, actually, Олег has asked a very interesting question, so it's the following question. Do you use Яндекс.Метрики? We actually use it, but we prefer to use Google Analytics, because it's a powerful tool, which allows you to track all kinds of information. I actually knew people who managed to get access to the information in terms of the amount of cups of coffee that were in the office. So, it actually can provide you with a lot of information. Надеюсь, я ответил, да, на ваш вопрос, Олег? Можно мне переводить это? Есть. Ну, это Олег. Отлично. Значит, следующий этап – это подбор семантического ядра. Это ключевые слова, которые мы будем дальше использовать в контекстной рекламе. Производим мы в сборах всех ключевых слов в специальных программах. Можно это делать вручную, но в специальных программах это делается в автоматическом режиме, и мы можем собрать до нескольких тысяч слов, подключить к этому еще и частот. So, the next stage is connected with Semantic Core, with keywords. We accumulate keywords. It's better to do it in special programs. You can actually do it manually, but programs will allow you to do it better. So, you will be able to accumulate thousands of keywords, and you can actually then set special parameters, like frequency of the usage of these or that keywords. Мы после сбора, мы видим, что наше направление, мы можем обнаружить новые какие-то направления, новые запросы, которые можно использовать. Почему это важно? Потому что, когда вы используете только высокочастотные всеми употребляемые запросы, то есть большой долей вероятности клик по этим объявлениям будет самый дорогой. Но если вы хотите сэкономить и собрать больше клиентов за минимальные деньги, то необходимо использовать редкие слова, которые не могут обнаружить ваши конкуренты. So, after you have accumulated keywords, you can actually see new directions for yourself. So, if you only adhere to those keywords that are frequently used, the cost per click, your cost per click will be really high. So, that's why you should pay attention to rare words, if you want to save your budget and attract new clients. Далее мы этот список, он получается довольно внушительный всегда. Мы его начинаем чистить от мусора. То есть создаем глобальный список минус-слов. То есть при сборе всех слов вы обнаружите очень много интересного. Последний раз, вот в качестве примера могу привести, мы собирали слова по ретушь и фотографии по одному из проектов, в которых нам поступил заказ. И больше половины слов, за которые пришлось бы проплатить, если бы не создать глобальный минус-слов, пришлось бы заплатить дополнительные деньги. И среди них были такие слова, там, ретушь фото, там, не знаю, там, Ольги Бузовой, там, проституток. То есть, как было. that the company would have to pay more than 50% for the words that they actually didn't need. And those words were connected with editing photos of Olga Buzova or prostitutes and so on. But they didn't pay this sum of money. Now, we are going to talk about the question of Vladimiro Sokolov. How can you do it with cleaning or with using the program? Vladimiro, you can do it with a regular application, but a thousand words will need time. If it has a question, please do it with a regular application. We use the program, which makes an analysis group. и позволяет составлять список, который можно экспортировать и в дальнейшем продолжать сервис контекстную плаву. So, we have an interesting question from Vladimir. So, it's the following. How should one perform cleaning manually or with the help of special programs? Well, of course, you can actually perform cleaning manually, but it'll require a lot of time to do this. So, there's no use doing this. We actually use special programs which allow us to export the list of keywords later to apply to contextual advertisements. Далее мы производим тестеризацию по группам посмысловым. То есть, допустим, это могут быть информационные запросы, могут быть там запросы связанные с ценой, продать, купить и так далее. То есть, мы разбиваем это по группам, где потом можем использовать конкретное объявление That would be form group clustering. So, we divide all keywords that we have into groups in accordance with types of queries. And it'll allow us to use various groups of keywords with regard to certain offers. That would be a lot of time. Далее мы берем эти группы, анализируем и распределяем по рекламным кампаниям. То есть, возможно, просто чисто логически вы поймете, что лучше разделить это как-то там. То есть, тут, в общем-то, надо несколько раз попробовать, чтобы понять, как это происходит. Потому что это как в музыке. есть и нот, но, в общем-то, музыка, она безграничная и появляется все временно. То же самое и здесь. То есть, как бы, не могу сказать четко, как это делать. и, в общем-то, то есть, вы можете анализе the groups that you've got и find out how you can distribute them among advertising campaigns. So, actually, I cannot come up with any certain specific recommendations here, because, you know, it's like, it's the same situation that we have in music. So, we have seven нotes, but we can combine them in various ways, and because music is something immortal and formidable. so, here's the same thing. You should, it's up to you to decide. Далее мы распределяем группы по посадочным страницам, то есть, если это необходимо, то есть, хочу заметить сразу, что вы должны создавать рекламные кампании так, чтобы все это не вело не только на главной странице, а лучше на посадочной странице. Я, волнув, остановлюсь на этом. Почему? То есть, это влияет на качество объявлений, что в своем случае есть. next step is about the distribution of groups on landing pages. It's important to place your advertising on landing pages, because it influences the cost per click and the quality of your advertisement. Следующий этап это настройки рекламных кампаний. Настраиваем таргетинг временной географический для дисплея рекламы интереса аудитории. Далее указываем данные в кампании, расписываем тексты объявлений, заголовки, сниппеты и так далее. То есть, по пункту вы потом посмотрите, чтобы сэкономить сейчас время. И с правой стороны некоторые рекомендации. Я здесь хочу отдельно остановиться на том, что вы указывали только актуальную информацию, выбирали регионы с наибольшими подкликами, время указываете с расчетом на пользователя, а не на себя, потому что часто многие указывают свой режим, ориентируются на свой режим работы. So, now let's talk about configuration of advertising campaigns. So, it all starts with configuration of targeting linguosing, temporal, geographical for GDN, and then you specify company information, you write ad text, heading, snippets, So you will be able to look through this chart yourself later And now let's look at the right side of this slide And I'd like to focus on the following recommendations Which I mentioned here So please make use of only up-to-date information Pay attention to the regions with the highest amount of responses And please indicate time with regard to the user Not with regard to yourself Значит еще одно важное замечание Что при составлении текстов объявлений в планах компании Одно объявление должно быть равно одному ключевому слову Чтобы у вас оно подсвечивалось И во-первых, и во-вторых, вы могли потом при анализе Выбирать те словосочетания, которые лучше всего работают И оставлять эти объявления с теми словосочетаниями Которые имеют максимальный CTR, максимальное качество One more note here So when you have one advertisement Please pay attention to the fact that it should contain one key word And it should be highlighted So after analysis you will be able to find out The most popular word combinations The most popular keywords Keywords with the highest CTR And the minimum CPC Ну вот Олег задал вопрос На 5000 запросов, 5000 объявлений Ну во-первых, вы как бы такую нереально большую цифру назвали То есть это уже из разряда крупного бизнеса Крупного интернет-магазина Это первое Второе, что на самом деле это не так сложно То есть вставляются некие шаблоны Которые в объявлении, в текст вставляют Уже практически необычные слова So we have one question from Олег It is the following So 5000 of queries account for 5000 advertisements, right? Well, I think it's a little bit unrealistic figure But it's not that complicated as you may think We actually can make use of special patterns In this case Также я хочу заметить, что такая паранойя Она, конечно, используется редко Но, в общем-то, 230 паранойя не проблема It's not a problem when you have about 200 or 300 advertisements Значит, обязательно делайте быстрые ссылки в объявлении Потому что это позволяет увеличить видимый размер объявлений То есть когда вы смотрите, ваш конкурент дает только основную ссылку А вы еще даете дополнительные ссылочки Оно у вас выглядит крупнее И, в общем-то, какие-то дополнительные ключевые моменты So don't forget to provide your users with click links So your competitors probably don't provide their users with additional links But you should do this So that your advertisement In this case your advertisement will be really noticeable Okay, so if your advertisement hasn't been moderated within 24 hours in Google So you can actually contact a technical support team Okay, so once again I will focus on the most important aspects here Because we don't have much time So please look through this presentation When you have more time Здесь вот я вкратце остановлюсь на UTM-маркировании То есть специальные метки, которые позволяют отследить трафик Рекламный трафик, рекламный канал Тут два вида Значит, один используется слева, используется шаблон Преимущество то, что можно вставить шаблон При создании большого количества объявлений Ну вот вы получите вот такую картинку То есть в ней как бы не совсем удобно ориентироваться Если вы используете небольшое количество объявлений То лучше рамаркировать трафик вручную Чтобы потом, допустим, в той же метрике Google Analytics увидеть вот эти каналы И идентифицировать их в рекламном объявлении В данном случае у нас здесь идет объявление по доставке еды Смотрите, что это будет максимально необычным Я хочу показать, что это оба UTM-маркер Утм-маркер позволяет вам тракать Адвертизация и антирик So, on the left you can see the following thing, so you actually can insert specific patterns. I'd like to say that if the amount of your advertisements is not really high, you can mark advertising channels yourself, you can do it in Google Analytics and so on. Следующий этап настройки – это установка ставок и стратегий. Тоже такой интересный очень материал. Состоит сначала из расчета истинной ставки за клик. Рекомендация здесь такая, что когда вы рассматриваете, рассчитываете истинную ставку, она в идеале должна, конечно, превышать сумму специально. Значит, как ее рассчитать? So, I'd like to talk a little bit about bits and strategies. So, the first thing you do is the calculation of the actual CPC. And you can calculate with the following three ways. Значит, ну, мы используем основном первый путь. Значит, здесь вот расписано, как она рассчитывается. То есть, это все зависит от стоимости заказа. То есть, вы берете стоимость заказа и стоимость покупки. Истинная ставка – это будет отношение рекламных расходов, количество проданного товара или заказа услуг. Значит, можно пользоваться специальными калькуляторами. Но вы должны это сделать до момента старта рекламы, чтобы такой беспилепия не было для вас таких. Okay. So, let's focus on the first way, which can allow you to calculate the actual CPC. It depends on cost per order. So, it is actually about the ratio of advertising costs to the number of goods sold. And you can make use of smart bid calculators, but please do it before your advertising company is launched. It's important. Значит, дальше. Можете сразу просчитать расчет цены за конверсию. То есть, допустим, вы продаете, не знаю, тюлени, и вы готовы платить за, грубо говоря, человека, который обратился по этому вопросу, допустим, какую-то энную сумму. Вы должны для себя ее зафиксировать. Причем, вы фиксируете стоимость конверсии с учетом параметров lifetime value. То есть, если вы продаете пиццу, соответственно, у вас стоимость клика может превышать стоимость одного заказа, но вы при этом, допустим, предлагаете какую-то программу лояльности, и у вас lifetime value будет выше, чем, допустим, стоимость одного заказа. So, now let's move on to CPA calculation. Here it's worth mentioning that it's necessary to adhere to the lifetime value, which allows you to calculate the cost per click, and it should be higher than the cost of order. So, yeah. Далее, значит, назначаем стратегию, сначала стратегию ручного управления ставками. Также не слушаем, вам будут звонить специалисты того же Google, предлагать какие-то другие стратегии. Но, в первую очередь, это будет выгодно им. Они будут говорить о каких-то преимуществах, но для них это будет большей практикой. So, then you should think about manual management strategies. And please not listen to the advice of advertising system specialists, because they will offer some other strategies. But the only thing they care about is profits. So, they don't care of your interests. Далее мы устанавливаем, указываем рассчитанные ставки, когда вот в этапах при разработке стратегии и при расчете истинной ставки. И контролируем это ежедневно. Подключаем цели конверсии и также их отслеживаем и их отслеживаем. При этом именно цели и вне будут равные истинной конверсии. Важно надо. We provide daily control of the amount of calculated rates, because it's also connected with the actual CPC. And then we add targets from GA. And please pay attention to the fact that smart goals do not correspond to real conversions. These things are not the same. This is a very important thing. Now I would like to tell you about how the the system determines what advertisements should be seen and what advertisements should not be seen so you should understand the peculiarities of this process. Значит, процесс аукци... реклама продается на аукцион. Есть специально такивтоматизированные акционы, которые потом принимают решение, показывают ваши объявления или нет. На картинке мы видим, что у нас в данном случае есть четыре рекламодателя, у которых выставлены ставки. Как мы видим, у одних выставлено 2 доллара за клик, у кого-то выставлено 8-6, у кого-то 4. Но при этом тот рекламодатель, у которого выставлены 2 доллара за клик, он не покупает. Ответственные поиски сегодняшняя конфетициaga и выставлены в выставленные решения. Что вы будете в видео, если вы, например, о том, что вы выберете по этой линии, у вас есть 4 декабельта. Стоит убедить 1 доллара за клик, что вы показываете, что вы получаете 4 доллара за клик, click and so on. But I'd like to say that the first advertiser wins in this option. I mean the advertiser who wants to pay two dollars per click. So now let's figure out why is he a winner. Почему же победит рекламодатель со ставкой 2$, а не 8$? Как вот на четвертом месте. Значит, принятие решения идет по параметру еще при умножении ставки на качество объявления. То есть в данном случае качество объявления у первого рекламодателя, оно максимальное. И умножая, когда умножается 2 на 10, получается order rank, то есть качество объявления, он равен 20 и он побеждает. Let's figure out why is the first advertiser a winner. Actually, his bid is multiplied by the quality score, which denotes the quality of an advertisement. So we multiply 2 by 10, and we get 20, which is an ad rank. That's why he's a winner. Как вы видите, для того, чтобы реально экономить на рекламе, нужно работать над улучшением качества объявлений. На качество объявлений является в первую очередь CTR, то есть насколько часто кликают при показах на ваше объявление. То есть чем выше вы добьетесь CTR, тем будет качественное объявление. А также параметры, значит, релеванты страницы. То есть если у вас объявление, вы продаете, допустим, рекламируете роллы, а у вас идет на главную страницу, где представлены и роллы, и суши, и пицца, то, скорее всего, у вас будет рейтинг, качество объявлений будет ниже. As you can see, if you want to reduce advertising costs, you should work on the quality of your advertisements. And let's figure out what the quality of your advertisements depends on. It depends on CTR. It has a significant impact on the quality of your advertisements. So the higher your CTR is, the greater it is, the relevance of pages is also important. So, for example, if you sell roles and you have advertisements on your landing page, I mean, advertisements about roles, you shouldn't have other advertisements, like, connected with pizza or something like this. So, now let's look at the following slide. It actually contains information about the factors, which influence the quality of your advertisements, and so they influence quality score, which is important when we calculate ad rank. The ad rank. The ad rank. The ad rank. So, number of two. I mean, what you see from any competition? And so, here's the ad rank. So, the ad rank. У человека, который ниже вас на один пункт, то есть в данном случае это рекламодатель 2, отношение к вашему качеству объявления плюс 1 цент. То есть в данном случае у нас человек, рекламодатель указав ставку за клик 2 доллара, списание у него будет происходить меньше. То есть, как вы видите, его бит 2 доллара, это масса 2 доллара, то есть, что его качество, то есть 10, и мы имеем в виду, что есть 20 пунктов. То есть, давайте узнать, как сумма, которую мы получили, это расстояние, которое мы получили. Это расстояние между бит 2 доллара и бит 1 доллара, и мы также добавим 1 цент. Поэтому важный момент такой, что неважно, сколько вы указали, то есть списание будет немножко другое. Но, скорее всего, если у вас будет все в порядке с качеством объявления, вы будете получать первое место в показах, скорее всего, у вас будет гораздо ниже, чем вот какой-то вот, допустим, нерадивый рекламодатель, который поставил максимальную ставку, но при этом у него качество объявления низкое, он будет платить по полной, то есть это четвертое место. Итак, как вы видите, это не очень трудно работающие адвитизы, они имеют низкие позиции в этом рейтинге, и они платят много денег на CPC. Например, четвертый адвитизор должен платить 8 доллара. Далее, значит, автоматизация работы. Многие пытаются автоматизировать, использовать всякие бит-менеджеры и так далее. С этим надо быть очень аккуратным. Если вы еще поизучаете на слайде потом, значит, тезисно, да, как можно автоматизировать свой труд, но сразу скажу, что полная автоматизация – это враг номер один, как всегда, то есть автоматизация сбоит, автоматизация работает неправильно, автоматизация врет, она не идеальна, человек все равно лучше. И частичная автоматизация – нужно подходить осторожно, так как это ненадежный союзник 2, если что-то где-то не участвует. So now let's talk about work automation. Many people make use of big managers, but you should be careful here. And you should remember the following thing. Full automation is an enemy number one. And partial automation is a reliable ally number two. So you should control the situation yourself. Здесь, значит, следующий этап цикличный – это тюнинг рекламных объявлений. Значит, после получения данных мы анализируем общую эффективность кампании, работаем, смотрим качество объявлений, параметр Google, он присутствует, его надо только подключить к колонкам, но вы можете увидеть там, обычно он по 10-балльной шкале оценивается. То есть где-то будут прочерки стоять, значит, либо не хватает информации, либо это вообще какой-то шлаг. Также вы можете посмотреть качество ключевых слов в закладках по ключам, проверить объявления устройств, сами объявления устройств, месторасположения, дату и время, все параметры, и посмотреть, что работает лучше, что-то отключить. Итак, давайте поговорим о цикличном этапе оцениваемых объявления устройствах. Итак, здесь вы можете работать на качество объявлений, вы можете проверить их, то есть вы можете проверить качество объявлений, и вы можете проверить их объявлений, и так далее. Значит, отдельно остановлюсь на двух пунктах. Это переключение стратегии и аудита аудитории. Значит, по переключению на стратегию, CPA и продвинутые, по ROI и так далее, можно производить только при наличии информации более чем 15 конверсов в месяц. При меньшем количестве система использования искусственного интеллекта, глубокого обучения, она не получает достаточного количества данных, чтобы вам привести нужный трафик и увеличить количество конверсий. Поэтому вот смотрите, то есть специалисты Google, они будут вам рекомендовать переключаться на стратегию по CPA уже с самого начала. Но там будет у вас таркушь, и пока вы данные не сможете. Я хочу, чтобы выключить к стратегии, CPA, ACPC и РОАС, и аудит аудитории. Так, я хочу поговорить о первой пункт. Если вы хотите, чтобы выключить к стратегии, CPA или РОАС, то есть уровень информации вы получаете, чтобы вы получаете 15 конверсий. Если это не получится, то вы не могли бы это сделать, потому что это, потому что в системе, на артифициал интеллигенте, и это не просто нет информации, чтобы выключить к стратегии. И последний пункт это аудитория. Значит, смотрим аудиторию и в Google Ads, и там также в Яндекс.Директ есть возможность исключить из показа в будущем тех пользователей, которые уже у вас совершили покупку, если это у вас, допустим, один тюлень продается за, не знаю, один холодильник за длительный период, вы можете исключить уже дополнительные клики. Окей, аудитория, которые могут быть выполнены в Google Ads и Яндекс.Директ, мы можем исключить клики, которые уже покупали продукты. So, let's imagine that you have a fridge, which is being sold for a long period of time, and you can actually исключить additional клики, in this respect, and that's how you can save your budget. Также вы можете накапливать списки для ремаркетинга, чтобы, допустим, если люди посещали ваш сайт, вы можете отслеживать список тех, кто уже побывал, но не совершил конверсию. Вы можете их догонять с какими-то специальными предложениями. Вот, здесь очень интересные нюансики есть. Я им сам пользуюсь, потому что я об этом знаю, и я могу даже купить что-то, допустим, авиакомпания часто использует списки ремаркетинга, и как маленький лайфхак, я, когда захожу, выбираю билеты, кликаю до момента уже оформления билетов, и так вот делаю несколько раз. Через какое-то время, так как я попадаю в список ремаркетинга, мне на электронную почту или рекламы пролетает какой-нибудь бонус, в либо полном курсе или рекламу пролетает. Сейчас, давайте, к примеру, вам чисто и блесты. Это, к примеру, это, к примеру. Здесь лесты позволят вам трекать те клиенты, которые не совершили конверсию, и вы можете имя имя какие-то дополнительные offers. И здесь очень интересные нюансы, которые я бы хотел бы вам рассказать вам. Аэркопаницы часто используют маркетинга листы, И, before I buy a ticket, I go to their website, and I click several times there, and I'm provided with some additional information via email. So, it's a very interesting thing, just for you to know. So, it's a pity, but we actually have exceeded the limit, the time limit. So, please, if you have any questions, you may ask them now. You're welcome. So, it looks like everyone has understood everything, or probably no one understood anything. So, Vladimir has asked a very interesting question, so it's the following question. How much time will it take a person to form a semantic core? I'd like to say that you won't require too much time. It requires us about an hour. So, it's not a very long process, actually. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Владимир спрашивает, сколько стоит формирование у вас силы ядра? Я не знаю, у нас как бы все это входит в комплексное обслуживание маркетинга, проведение рекламы и так далее. Отдельно как-то мы обычно договариваемся, обсуждаем этот вопрос отдельно. То есть, вы можете мне позвонить, там в конце будет мой контакт на последней слайде. Звоните, обсудим. So, we have one more question from Vladimir. He asks us, how much it costs to form semantic core? And so, I'd like to say that it's usually a part of complex of services that we provide. So, you just can call me, so you see my contacts on the slide. Какой KPI, вот Олег задает, какой KPI можно установить для рекламного агентства? Ну, в общем-то, я вам рассказал регламент, вот, тут, в общем-то, как сказать, как вот оценить, то есть, когда вот идут заявки, да, и как бы мы экономим вам бюджет. Однозначно вот сказать, что вот есть какие-то параметры, по которым можно четко фиксировать что-то, да, то есть, как бы сложно сказать, у всех все по-разному. Есть там даже, и все рекламные кампании, они проводятся по-разному. Поэтому, как бы вы сами смотрите, то есть, я вам дал рекламент, контролируйте их. Потому что вот мы как оцениваем, пришел там, допустим, человек, пришел от рекламного агентства какой-то конкретный человек и говорит, я недоволен, вот, у меня трафик не растет и так далее, и тому подобное. Начинаем разбираться, просто являем ошибки, говорим об этом и устраняем, делаем ситуацию транспарентной и, в общем-то, вы сами можете ее уже как-то оценить. Вот, то есть, понятно, что можно назначить KPI, там, допустим, там, снизить стоимость клика на 20%, вот, но не всегда все зависит от рекламного агентства. То есть, это, может, в любой момент, что снизить. То есть, это, может, в любой момент, что снизить. Значит, еще Алена задает вопрос, какое значение CTR считается хорошим. Ну, я бы также это связал с предыдущим вопросом. Почему? Потому что многие ориентируются на CTR, в частности, рекламные агентства, они иногда CTR-ам пускают пыль в глаза, то есть, говорят, вот, у нас CTR растет, что вы там хотите, то есть, у вас все хорошо. На самом деле, CTR, он может быть абсолютно разным, то есть, для дисплейной рекламы он меньше гораздо, чем для контекстной рекламы. И, в общем-то, тут надо больше оценивать по качеству самого объявления, потому что это комплексный параметр, качество ключевого слова, комплексный параметр, который включает в себя, в том числе, и CTR. И он учитывает уже вот эту разницу, где она должна быть, CTR должен быть высокий, а где он может быть и низкий. Ну, соответственно, конечно, если чем больше у вас CTR, то тем лучше. Ну, как бы, если у вас CTR, допустим, под CTR, то есть, 20%. Что level of CTR is considered to be good? So, this is kind of a tricky question, because advertising agencies often say that your CTR keeps growing, but CTR can be different, depending on the type of your advertising. So, if we talk about display advertising, this indicator is lower as compared to this indicator when we talk about contextual advertising. So, it's quite a complex aspect because it is influenced by the quality of your advertisement. So, these two aspects are really closely intertwined. But, you know, if your CDR rents from 5% to 20%, then it means that you have a really luxurious advertisement. Владимир еще задает вопрос по поводу самой эффективной рекламы. Владимир, если вы знаете, есть виды такие рекламы, как имиджевая реклама и есть реклама, которая направлена на прямую продажу. Здесь нужно смотреть, то есть, если, грубо говоря, имиджевая реклама, она может быть более эффективная в плане визуала, потому что, ну, представьте себе, если вы просто рекламируете бренд какой-то, да, вы будете давать тексту рекламу. Немножко смешно, да? Вот, если вы занимаетесь, ну, рекламная компания, как бы, чаще всего она идет на прямые продажи, то здесь самое эффективное, это, конечно, первое, это контекстная реклама, так как уже люди обозначают с помощью поисковых запросов свой интерес. А, да, вот, если у вас прямые продажи, то я бы рекомендовал, то есть, если у вас ограниченный бюджет, и вы не можете там продвигаться в соцсетях, ну, как бы, не хватает денег, то сначала начните с контекстной рекламы и дисплейной рекламы. Это, она по-русски называется контекстно-медийная сеть в Гугле и в Яндексе. То есть, это формат текстово-графический, значит, у него немного хуже отдача. Так, ну, в общем-то, советую тоже понял, потому что надо, бывает, что он... It's the following. Which type of advertising is considered to be the most effective? Actually, there are two types of advertising. Image advertising and advertising aimed at direct sales. So, if we talk about image advertising, it's about visualizing information. So, it's, imagine that you have to advertise some products. So, it's, I mean, it's ludicrous to advertise it only with the help of texts. When we talk about advertising aimed at direct sales, it's worth mentioning that such advertising campaigns are based on contextual advertising. So, people just come up with their queries on the internet, and you understand what they want. So, but if your budget is limited, I advise you to make use of contextual advertising and display advertising. So, it's... So, these two formats are based on the combination of text and various graphs. Okay, comments. So, friends, if we have more questions, then I'll finish off then. I hope it's not a bit of a problem. I hope it's not a bit of a problem. I don't know if it's not a problem, but it's not a bit of a problem. And it will be interesting. Yeah, thank you very much for my support, Arine. Well, and that's it. So, do you see. I'm, in principle, in E-MAS-group. Thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. I hope that the information was useful, interesting, and valuable. And I'd like to say that I am open for communication. So, you can find me in E-MAS-group. So, and contact me anytime. So, thank you very much. So, if you feel like you need some information on some aspects, just tell E-MAS representatives about it, and probably we will be able to conduct one more webinar, if you're interested. So, goodbye. So, I wish you a good web chat. Thank you. Желаю хорошего профиля.